Мама – особенный человек в жизни каждого из нас. В календаре российских праздников есть специальный день, посвященный матери. В этом году он отмечается 22-й раз. День матери – это международный праздник. В этот день принято поздравлять матерей беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В разных странах этот день приходится на разные даты. У нас его отмечают в последнее воскресенье-ноября. День матери – один из тех праздников, которые боятся случайно пропустить в суете повседневных забот. Этот праздник посвящен самой любимой и самой главной женщине, подарившей возможность жить и радоваться жизни. Многодетных мам, воспитывающих троих детей, у нас в городе немало. Но вот чтобы пятерых, причем четверо – это две пары двойняшек, таких, пожалуй, нет. Заботится о них молодая мама, которой немногим за 30. Зовут ее Ирина Викторовна Катрага. Старшему сыну Артему 16 лет. Сыновьям Петру и Павлу по 8 лет. Они школьники. А младшим Марии и Татьяне по 6 лет. Они воспитанницы детского сада «Солнышко», где их мама работает помощником воспитателя. Девочки, конечно, рады видеть свою маму целый день. Довольна Ирина Викторовна. Дочки под присмотром. По словам многодетной мамы, она не предполагала, что судьба уготовит ей роль матери большого семейства. Говорит, что с мужем хотели дочку, которые появились лишь в третьих родах, причем сразу две. Многодетной я стала не специально. Мы хотели просто дочку. У нас первый сын, ему 16 лет будет 26 ноября. Потом два сына. Хотели дочку, родилось два сына, два няшки, Петр и Павел. И уже когда в последний раз хотели дочку, родились две дочки, Мария и Татьяна. Я, конечно, ничего не успеваю. Распределяем дня. Мы встаем всегда в 6 утра. Я готовлю завтрак. У детей есть свои обязанности у меня. Они чистят зубы, потом заправляют свою кровать. Девочки помогают мне накрывать на стол. Мы все завтракаем и бежим в школу, в сад. Потом у нас после школы там кружки и мальчики у меня ходят на самбо занимаются, на робототехнику у них ходят, на компьютерную мозаику у них ходят, девочки на танцы. К логопеду мы ходим заниматься, в школу раннего развития мы ходим. Поэтому у нас график сумасшедший. У меня все записано, потому что я много чего забываю. По вечерам собираемся только за ужином, обсуждаем, как прошел день, делимся своими победами маленькими, неудачами. Обсуждаем, как могло быть иначе, если вот эта неудача. Мы всегда делим друг с другом радости, печали, поддерживаем друг друга. У нас нет виноватых. У нас всегда взаимопонимание в семье. Сын старший мне вообще всегда помогал. Он с самого рождения детей мне помогал. Сейчас, конечно, уже легче. Он в колледже учится. И он, ну вообще все мужские обязанности у меня на нем практически лежат. Он может где-то что-то привинтить, починить. И мальчики вместе с ним тоже крутятся, помогают. Ну вообще очень помогает, потому что мне больше некому, где привезти, где помочь детей подхватить, домой отвезти. Конечно, у нас есть досуг. Мы ездим в кино очень часто. Очень любят мои детки кино смотреть, мультики различные в кинотеатре. В парк просто погулять. В Серебряный город выбираемся погулять тоже. В парке, на аттракционах они любят кататься. Просто гуляем на площадках тоже часто. Еще мечта у нас съездить в аквапарк. Нам это проблемно, потому что на автобусе столько-столько деток. Ну как-нибудь мы туда выберемся. Старший сын Артем учащийся технического колледжа. Он выбрал профессию электромонтера. Мальчики учатся во втором классе 10-й школы. Стараются не горчать маму плохими оценками. В дневниках только хорошо и отлично. Девочки тоже первые мамины помощницы. Я люблю свою маму, потому что мама заботится о нас, помогает всегда нам. Я помогаю маме мыть посуду, подметать, пылесосить, убираться в комнате. А сестра помогает? Да. Все дети очень дружные, помогают друг другу во всем. Какую профессию выберут, для мамы неважно. Главное, говорит она, чтобы выросли хорошими людьми. Ну как бы профессия для меня, для детей не принципиальна. Кем они станут, тем, кем захотят, тем и станут. Главное, чтобы были нехорошими людьми, чтобы у них была ответственность за свои поступки, чтобы они понимали, что такое доброта, доброта, что такое хороший человек, как нужно себя вести с людьми. Вежливыми и все тому подобное. Наша мама вся в заботах, от темна и до темна. Каждодневная работа, магазины, беготня. А я на обоих прихожей маму рисую портерет. Братишка мне тоже поможет. Маму ли похож? Нет. Материнство, конечно, это огромное счастье. Это, конечно, большая ответственность, потому что ты несешь ответственность за каждого ребенка, чтобы он вырос хорошим человеком. Нужно его развивать, нужно заниматься с ребенком, не просто так, чтобы он рос. Это большая ответственность, там много забот. Это круговорот вообще дня, незамечающих летят все дни. Но это большое счастье. Ну, ни на что не променяю счастья быть матерью. Ирина Викторовна по образованию инженер-программист. Но так получилось, что найти работу в Фурманове по специальности она не смогла. В будущем мечтает выучиться и стать воспитателем, так как работать в детском саду ей очень нравится. Ирину Викторовну я знаю больше года, когда она привела своих девочек, Таню и Машу, к нам в детский сад. И сразу показала себя, как всегда помогающий воспитателю родитель. Такой родитель – мечта любого воспитателя. Она позитивная, активная и очень положительно настроена к детскому саду. Ну, а спустя полгода Ирина Викторовна решила посвятить себя работе с детьми и пришла к нам в детский сад работать помощником воспитателя. Поработав в детском саду, она поняла, что ее работа заключается не только в помощи воспитателю, но она хочет стать еще и сама воспитателем. Поэтому мы всячески будем стараться и помогать ей в дальнейшем обучении этой профессии.